Сегодня праздник нашей школе присуждает имя героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Александра Васильевича Преснякова. В честь этого будет открытие мемориальной доски. Приедет телевидение и наши местные вроде как из Москвы. Ну давайте мы сходим посмотрим на этот праздник. Равняйсь смирно копию знамя победы. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Республики Крым нести. Равнение на знамена. 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 Имя Героя Советского Союза, почетного гражданина города Феодосия, генерал-лейтенанта Александра Васильевича Преснякова объявляю открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На нашем празднике присутствуют почетные гости. Разрешите представить их. Киселев Рэм Олегович, депутат Государственного Совета Республики Крым, Гирчук Светлана Николаевна, глава муниципального образования городской оборудования Феодосия Республика Крым, председатель Феодосийского городского совета. Крысин Станислав Николаевич, глава администрации города Феодосии. Соколенко Виктор Николаевич, начальник научно-испытательного центра, заслуженный военный летчик России, кандидат в педагогических наук. Полковник Фомич Сергей Викторович, заместитель главы администрации города. Алексеевка Надежда Ивановна, начальник управления образования. Абитов Мурат Мусакиевич, глава поселковой администрации. Рахистянский Валерий Сергеевич, председатель совета ветеранов войны и воинской службы. Полков Сергей Александрович, председатель совета ветеранов Приморского. Отец Николай, помощник начальника испытательного центра морского по работе с верующими военнослужащими. Дорогие феодосийцы, уважаемые жители города воинской славы. Разрешите поздравить вас сегодня от имени председателя государственного совета республики Крым со столь значимым событием. С присвоением школе имени героя Советского Союза Александра Васильевича Хреснякова. В условиях информационной борьбы, которая фактически имеет место быть сегодня, очень важно сохранять историческую память. И сегодняшнее событие – это, безусловно, очередной крепкий кирпич, фундамент избережения правдивой истории. Сегодня вы становитесь учениками не просто 11-й школы, а школы имени героя Советского Союза Александра Васильевича Хреснякова. Поздравляю! Слово предоставляется Гевчук Светлане Николаевне. Главе муниципального образования городского округа Феодосия Республики Крым. Председателя Феодосийского городского совета. Дорогие ветераны, дорогие ребята, преподаватели. Сегодня для нас знаковое событие и непростое – преддверие замечательного праздника – Дня Победы. Сегодня в вашей школе присваивается высокое почетное звание. И я хочу директору школы вручить решение Феодосийского городского совета 70-й сети первого созыва о присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школы номера 11 города Феодосия Республики Крым имени героя Советского Союза Преснякова Александра Васильевича. Слово предоставляется Соколенко Виктору Николаевичу, начальнику научно-испытательного центра, заслугленному военному летчику России, кандидату в педагогических наук, полковнику. Добрый день, уважаемые товарищи! Добрый день, ученики школы номера 11 имени Александра Васильевича Преснякова. Вот я бы очень хотел, чтобы так же, как и я, вы с гордостью спустя годы сказали. А я говорю, я учился в школе, которая до сегодняшнего дня носит имя героя Советского Союза Александра Александровича Белозерцева. И чтобы спустя годы вы сказали, что вы окончили школу и учились в школе Александра Васильевича Преснякова. Александр Васильевич Пресняков прожил длинную, интересную и трудную жизнь. В далеком 1917 году он родился в Рязанской области, в деревне Латарии. Далее Великой Отечественной войне. Во время Великой Отечественной войны, 22 июня 1944 года, он был присвоен самым высоким званием Героя Советского Союза, в поручении медали и орденом. Всего орденов по Рязанской области было 12, два из них, аминь, два ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, четыре ордена Боевого Красного Знания, три ордена Красной Звезды и орден за службу Родины. Свой подвиг он совершал не только во время войны, но и после войны. После войны в мировое время он был развен шестью орденами, только в Дубнице. В 1968 году он прибыл в Феодосию с должностью завести на Камандах и Тихотянских плотах и назначен на должность начальника нашего Центра, которым руководил 15 лет, до ухода на пенсию в 1982 году. Его жизнь – это пример для нас всех. Вчера нам прилетал генеральный конструктор Кермы Камба, Михеев Сергей Викторович. И случайно в разговоре, когда мы с ним направлялись в музей, он начал меня раскладывать о преснякове. Для меня это было большим удивлением. Он привез замечательный книг, который он написал. Я хочу передать вашему директору эти книги. Они найдут достойное место в вашем музее. Ребята, вы здесь найдете очень много интересного. Я вас от души поздравляю с этим замечательным праздником. С гордостью несите имя школы номер 11 и звание героя Советского Союза, Александр Алексеевич. Спасибо. Слово предоставляется Соколову Кутыловскому Валерию Леонидовичу Заслуженному штурману СССР Вам надо гордиться, ребята Герои достойными быть Коль выпала честь в вашей школе Высокое имя носить Талантливого пилота Героя прошедшей войны Который и в мирное время Крепил оборону страны Покуда жива о нем память Он здесь, рядом с нами живет Сражается снова с врагами И к новым победам зовет Спасибо Пресняков Александр Васильевич Летчик-торпедоносец Участник Великой Отечественной войны Генерал-майор авиации вооруженных сил СССР Генерал-лейтенант авиации вооруженных сил Украины Герой Советского Союза Родился 14 октября 1919 года В городе Скопине Рязанской губернии Начал свой трудовой путь Авиационным мотористом В 1939 году Закончил Николаевское военно-морское авиационное училище Участвовал в финской и Великой Отечественной войнах За проявленное мужество и героизм Награжден золотой звездой Героя Советского Союза И семью боевыми орденами В 1968 году переехал в семью Феодосию Где 20 лет управлял Крымским филиалом государственного орденов Ленина и Красного Знамени Научно-испытательного института ВВС имени Чкалова Выйдя на пенсию Организовал и возглавил Феодосийский городской совет ветеранов В 1998 году Ему присвоено звание Почетный гражданин Феодосии Умер 27 апреля 2010 года Похоронен в Феодосии На новом городском кладбище Слово предоставляется Геоне Георгию Александровичу Участники сегодняшнего знаменательного и важного, нужного для всех нас Приморчан, школьников, преподавателей, ветеранов события Это событие, конечно, останется на веках Поскольку школа не потеряет никогда этого значительного Имени этого замечательного и гордого человека Я имел счастье быть его заместителем Начальником штаба организации, которую он возглавлял В этой организации было много заслуженных летчиков, испытателей, инженеров, техников, рабочих и служащих Которые несли огромный вклад в становление и развитие авиаций, авианесущих кораблей и космоса В управлении или в центре, которым возглавлял Александр Васильевич Было 15 героев Советского Союза 4 героя Российской Федерации Летчик-космонавт Токарев Валерий Иванович И кроме этого, центр обладал мощной научной базой 57 инженеров, летчиков, испытателей Было героев 6 человек Были гауреаты государственной премии 70 рекордов было установлено мировых в нашем центре 52 кандидата технических наук Развивали и укрепляли научную базу нашего центра Я очень горжусь тем, что был Александром Васильевичем На должности начальника штаба И возглавлял штаб в течение 5 лет Пока Александр Васильевич ушел на заслуженный отдых Этот человек заслуживает не только чести и славы Он заслуживает благодарности Он заслуживает поклонения Поскольку внес в разгром немецко-фашистских сервятников Свою огромную лекту Он потопил 5 транспортов морских торпедами Потопил 2 тральщика Подводную лодку Он бомбил тылы немцев И естественно, конечно Получил героя Только за это Трижды он был подбит и садился на вынужденную посадку И сохранил до конца своей жизни Трезвый ум, юмор, любовь к жизни, к людям Он даже планировал к концу жизни Написать воспоминания в трех томах Довоенные, во время войны и после войны К присвоению имени Героя Советского Союза Почетного рожденина города Феодосии Генерал-лейтенанту Преснякову Большая заслуга нашего города Я очень признателен и благодарен всем тем Кто внес большой вклад в то Чтобы школа стала называться именем этого героя И, в общем-то, было бы неплохо Назвать и одну из улиц нашего поселка его именем Скажем, промышленная улица, она даже не звучит А ей можно присвоить звание имени Имя Александра Васильевича Преснякова Я предлагаю подумать над этим И городскому совету, и приморскому нашему Спасибо за внимание Сегодня в нашей школе не раз будет звучать фраза Героями не рождается, а героями становятся И хочу сказать, что все начинается с истоков Именно поэтому мы чтим биографию нашего героя И гордимся тем, что наша школа стала его частью Пришли поздравить наших гостей и ветеранов Ученики начальной школы Время листает страницы истории, но в нашей памяти есть имена Тех, кто остались навечно героями Жалко, что жизнь на них только одна День героев Памятная дата Для российских жителей важна Отдает дань памяти ушедшим Чествует живущих Вся страна Я никогда не видела войны И ужаса ее не представляю Но то, что мир наш хочет тишины Сегодня очень ясно понимали Страшнее слова нету, чем война Которая носит все святое Когда слови еще давит тишина И возвращался друг из боя Спасибо вам за солнце, яркий свет За радость жизни в каждом миге нашем Затрели соловья и за рассвет И за поля цветущие ромаши Как нужно жизнь свою прожить Ведь мир не прост Он так устроен Быть может подвиг совершить Оставшись в памяти героям Нет, бедно должен человек Что помнили его потомки Своих трудов оставить след А не разбитые обломки Ушел от нас он навсегда Ничем утрату не восполнит Для памяти ничто года Его живым мы будем помнить Он в сердце будет жить всегда Без память наша бесконечна Он жил, как яркая звезда И есть сиято на ней вечно Время, герой, обычно ты кажешься прошлым Главные битвы приходят из книг и кино Главные даты отлиты в газетные строки Главные судьбы истории стали давно Время, герой, по самому высшему праву Ты подарила далеким и близким годам Доблесть и славу И долгую, добрую память Время, герой, а что ты оставила нам? Ты нам оставила ясное небо отчизны Дом и дорогу и ласковый хлеб на столе Ты нам оставила самое главное в жизни Радость работы на мирной, счастливой земле Ушедшие бойцы не умирают Они в сердцах потомков будут жить Их подвиги годами прославляют И память поколения их хранит Бойцам, защитникам поклон наш низкий Которые, пройдя через ад войны Несли победу, думая о близких Чтоб счастливо и мирно жили мы Гордиться вами, наше поколение Для нас же образец и идеал Вам слава уготовила бессмертие А это выше всех мирских похвал Пусть счастье и радость живут на планете Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям Вечную славу поет вам народ И память о вас никогда не умрет Слава! 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 Сиротворение Александра Васильевича Преснякова Балтийским соколом читает ученик пятого класса Саша Гончаренко Александр Васильевич Пресняков К Балтийским соколам Я никогда не мечтал быть поэтом Я никогда не писал стихов И никогда я не думал, что где-то Где-то во мне этот стих уже готов Он уже выстрадал, он уже сложен Он словно птица стремится в полет В сердце моем он держаться не может И как набат призывает вперед Враг наступает на землю родную В образе диких, фашистских зверей Кровью залил он отчизну святую Кровью отцов, матерей и детей Этот кошмар, этот ужас и горе В наших глазах, на язве и во сне Гнев пенит душу, как шквал пенит море Братья, отчизна пылает в огне Соколы Балтики, мчитесь быстрее Стану ненавистных, кровавых врагов Бейте сильнее, разите вернее Сбору взорвавшихся бешеных псов Огненной лавой расплавленной стали Всеразрушающим вихрем свинца Смело громите фашистские стаи Бейте нещадно врагов до конца Наша школа номер 11 неразрывно связана с летно-испытательным центром Приморского Александр Васильевич Пресняков руководил этим учреждением более 20 лет И был инициатором строительства нашей школы С 2015 года в школе велась работа над проектом «Имя героя школы» Песня помню «Имя героя школы» Он старый дед говорил мне Помни, что были в жизни людей годы Когда в атаку бежали такие, как я В 18 годков войны Их души были прочнее стали Они боясь за Россию Пали Их память вечно хранит Сколько лет прошло с той весны Когда не стало войны в моей огромной стране Сколько лет промчалось с тех пор И только вечный кольцер говорит о войне О войне О войне О войне О войне Мой старый дед говорил мне «Имя героя школы» О войне 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 КОНЕЦ 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 И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик! Под крыльями снег в обраде стальной Она поднимается в небо со мной Летчик! И чтобы земля в жизни стала греть Снова и снова я должен лететь Я летчик! Я закрыл на небо безудною блю И в небе с него не прожил Да жар, умный директор Спокойно вонишь за дороги петли Слюбную души Там пираж, желудочной горкой Устанечек Пускай ты любишься, придавить в землю Но небо родное придать Я в воде в небо смею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней Она гуляет Я летчик! По мне теперь в саду иду я домой Хочется жить где-то здесь Мы замерли Я летчик! Квартиры свалили, меня просто нет Общали мой дом Общие души в туалет Я летчик! И смыться мне каждую ночь на пролет Что топливо есть И вернется на лед Я летчик! К земле меня часто хотят привязать Но летчик обязан Он должен летать Я летчик! Я так это небо безумно люблю Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже бурый дерьмечек Покойно мой мистер, а в небе Все равно туши Там пираж бочек Я летчик! Пойду я в полито иду Я летчик! Пусть они любаются предать Где влюб мне не то равно предать Я в обед не посмею И семьи я даже, конечно, люблю Но только, когда не померято небе Но только, когда не померято небе Но только, когда не померято небе О подвигах стихи сладают, О слабе песни создают. Герои никогда не умирают, Герои в нашей памяти живут. Да вы и офицеров идут весной, Как праздник мой и в дом родной Откроют дверь. Я помню свет далеких лет, Свою страну я буду верить. И все о той весне, Видел я во сне, Пришел в рассвет и миру улыбнулся. Что юга взвела, что первая взвела, Не глядешь мой с войны, с тобой вернулся. И все о той весне, Видел я во сне, Пришел в рассвет и миру улыбнулся. Что юга взвела, что первая взвела, Не глядешь мой с войны, с тобой вернулся. Отчего так в оси березы шумят, Отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, Стоят, И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, Простору я рад. Может, это лишь все, Что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, Под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой, Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. И старуха махнет на прощанье рукой, И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят, Отчего хорошо так гармошка играет. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. А листочек с березки упал, Он, как я, оторвался от веток. Буря и беда никогда не повторится, никогда, никогда.